МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости в студии Оксана Устинова. Сегодня в этом выпуске. Сегодня в Якутии день траура в связи с крупным ДТП. На площади Ленина в Якутске идет траурный митинг. Контроль за деятельностью таксистов усилят. Проверкам подвергнутся автомобили, занимающиеся перевозкой пассажиров и багажа. Весь декабрь судебные приставы будут проводить рейды по адресам должников. Жители столицы почтили память погибших в автоаварии на федеральной трассе Колыма. Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло в минувшую пятницу. Автомобиль УАЗ столкнулся с КАМАЗом. Трагедия унесла жизни девяти человек, в том числе и двухлетнего ребенка. Сегодня в Якутске на площади Ленина установили прощальный стенд с именами жертв катастрофы. С 11 утра люди несут к нему цветы, свечи и игрушки. Несмотря на холод, на площади собралось немало горожан. Те, кто знал погибших при жизни и совершенно посторонние люди. Все они пришли проститься и поддержать родных и близких в это тяжелое время. Я от имени главы республики Игорь Ивановича Борисова, от имени правительства, лично от себя выражаю глубокие соболезнования родственникам, близким, всем жителям Татинского района, всем жителям нашей республики, с этим трагическим событием. Мы понимаем, что ответственность каждого человека в том, чтобы беречь себя, беречь окружающих. И мы должны понимать, что все эти правила, дорожное движение, наши законы, они должны соблюдаться всеми и нашими жителями, и переезжими людьми, нашими гостями они должны соблюдаться. И, соответственно, я надеюсь, что будет очень объективное расследование этого события. И по итогам этого объективного расследования мы еще доведем информацию до населения. В Татинском районе объявлен трехдневный траур. Отменены все запланированные увеселительные мероприятия. Сегодня в районном центре прошел траурный митинг. Собравшиеся выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших в автокатастрофе. Светлая память, она всегда будет с нами. В автоката отозвалась вся республика. Поэтому мы пользуемся случаем, хочу сказать слова благодарности за отзыв. Народу спасибо. Сейчас непосредственно мы работаем с руководителем администрации главы республики и правительства Борисом Федором Михайловичем. Со стороны республики также оказывается большая помощь. И вот народ сам отозвался на этот трагический случай. Сейчас идет возложение свечей. Всего же в результате аварии погибло 9 человек. Двоих, это пассажир УАЗа и водитель КАМАЗа с различными травмами доставили в больницу. На месте психологи Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи оказывают помощь родственникам погибших и пострадавшим в ДТП. Решением КЧС в администрации муниципального района, Мегово-Ганглазский район, приняли решение о размещении родственников пострадавших в определённой гостинице. Плюс к этому организовано горячее питание. Дополнительно к нему были определены лица сопровождения вместе с транспортом. Со всеми была оказана психологическая помощь, сопровождение. Ещё помимо этого, в индивидуальном порядке были беседы с родственниками пострадавшими. Возбуждено уголовное дело по части 5 ст. 264 УК РФ нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности гибель двух и более лиц. А также по части 3 ст. 238 оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья, повлёкшее гибель двух и более лиц. В настоящее время по факту ДТП проводятся все необходимые следственные мероприятия для установления причин совершения происшествия. Контроль за деятельностью таксистов усилят. Известно, что сотрудники ДПС будут проверять все документы. Права с категориями на вид авто, страховку, патенты на услугу перевозки, лицензии на пассажироперевозку с маршруткой, с грузовых автомобилей будут требовать установленную систему Платон и наличие тахографа. Также будет производиться сверка с базой данных. При наличии просроченных платежей, неуплаты налогов и различных штрафов могут быть приняты определённые меры. Проверкам подвергнутся автомобили, занимающиеся перевозкой пассажиров и багажа. Особое внимание будет уделено выявлению лиц, осуществляющих деятельность без разрешений и лицензий. Тем временем, как сообщают в управлении дороги Колыма, качество дорожного полотна не могло стать причиной ДТП. Дорога в хорошем состоянии. К другим темам. Зимники в Якутии в этом году откроются в намеченные сроки. Погодные условия в этом году лучше, чем в прошлом, поэтому работа идёт по плану «Отставания нет». Первые зимники в Якутии открылись уже в ноябре. В арктической зоне ожидается открытие в конце декабря – начале января. В этом году на закупку техники предприятию «Дороги Арктики» было выделено 250 миллионов рублей. И с учётом усиления техникой профильные ведомства готовы обеспечить завоз грузов в установленные сроки. Судебные приставы России начали масштабные рейды по поиску должников. С начала декабря стартовала акция «В Новый год без долгов». И весь месяц, каждый понедельник, сотрудники будут проводить рейды по адресам должников для проверки их материального положения, а также наложения ареста. Акция, которая началась в стране в первый раз – повод поговорить о должниках и о том, какие меры против них принимают. Об этом с судебными приставами поговорила Марьяна Кутукова. С начала этого года в Управление судебных приставов поступило более 500 тысяч исполнительных документов. С каждым годом количество должников по судебным решениям растёт. Значительная доля долгов в республике – это алименты, задолженность по кредитам, услугам ЖКХ, различные штрафы и налоги. Всего за 11 месяцев этого года судебные приставы взыскали с должников более 5 миллиардов рублей, в том числе и с предприятий по невыплаченной заработной плате. Их не так много в общей массе. Это 3600 в этом году поступило за 11 месяцев. Из них у нас очень большое количество фактически окончено, потому что эта категория исполняется во вторую очередность. Бывают, конечно, и бюджетные должны, но в основном стараются рассчитываться. У нас их немного. В основном это разные организации, которые попали в трудную ситуацию и не выплачивают какой-то период. Но зарплаты, конечно, там получше. Ситуация у нас стоит. У нас проблема, допустим, с большими кредитами. Суммы кредитов большие. И там поэтому частями погашается в течение длительного времени. Арест имущества на сегодня является одной из самых эффективных мер. Второй действующий на должников способ – это ограничение выезда за пределы страны. Таковыми в этом году стали 32 тысячи человек. Кроме этого, более тысячи алименщиков были ограничены в пользовании водительскими правами. Обращения по последним должникам в этом году выросли в полторы тысячи раз. По словам судебных приставов, алименщики тоже могут быть привлечены к уголовной ответственности. Однако, прежде чем это делать, взыскателям стоит хорошо подумать. Многие, конечно, взыскательницы, я хотела бы сказать, что не понимают, не до конца понимают эту ответственность. Если мы привлекаем должника к уголовной ответственности, то, соответственно, как бы преграждается путь ребенка, допустим, для устройства, например, государственные, федеральные органы. Допустим, такого сотрудника, если отец судим, нежелательно брать, но это законом запрещено. Это близкие родственники. Цель, стартовавшей в декабре всероссийской акции, избавить граждан от долгов до Нового года. По итогам первого рейда должники, на которых не действуют стандартные требования, хотя бы частично погасили долги по алиментам и заработной плате. По заработной плате у нас не очень много исполнительных документов. Из 580 остатков почти по 400 должникам прошлись. Это по всей республике ходили наши приставы. И по алиментам мы выбирали там тех, которые прямо не являются на вызовы, не получают наши документы и не принимают меры к погашению, не сообщают о работе. Там мы более 500 должников посетили. Из них установили 36 должников, которые имеют место работы, например. Потом привлекли к административной ответственности определенное количество должников. Вручили требования об уголовной ответственности. То есть, если не будут дальше они принимать меры к погашению, будет ставиться вопрос о привлечении все-таки к ответственности. До конца декабря будет еще три рейда по другим категориям долгов. Не исключено, что такая масштабная акция станет ежегодной. Проблема утилизации мусора с каждым годом становится все острее. Объемы отходов в городах и селах только растут. Между тем, зарубежный опыт показывает, что мусор сам по себе может быть ресурсом для производства. О том, как в соседнем регионе решается эта проблема, в репортаже нашего корреспондента. Мусорный вопрос в Хабаровске обострился 10 лет назад, когда самая крупная в городе свалка была переполнена. В 2011 году, согласно программе утилизации бытовых отходов, был достроен новый мусорный полигон за чертой города и введена в эксплуатацию первая мусороперегрузочная станция «Северная», которая на тот момент являлась мощнейшей в России. Можно, скажем так, сбрикетировать 20 тонн отходов, то есть там плотность единица получается. Но очень высокопроизводительное оборудование, я говорю, в России вы такого не найдете. Мы единственные, нам повезло. Но эта станция лишь прессовала мусор, который после вывозился за город. Ее мощности в 500 тысяч тонн кубометров хватило лишь на несколько лет. Летом этого года в строй была введена еще одна мусороперегрузочная станция. Здесь как раз уже применили новые технологии. Она предполагает сортировать металлы, стекло, пластик, бумагу. Это то, чем занимается весь мир сегодня. Отсортированный мусор идет на продажу в Китай и регионы России, где налажена мусоропереработка. В самом Хабаровске на условиях государственно-частного партнерства было создано предприятие по переработке вторсырья. Здесь из пластиковых гранул делают пакеты. В дальнейшем планируется, что сырье будут производить здесь же. Покупка гранулятора и моечного комплекса позволит снизить нам затраты на сырье для изготовления пакетов маек и окупится в течение двух с половиной лет с момента запуска. Сейчас обсуждаются планы по созданию комплексной системы переработки мусора, в которой будет задействовано 8 дальневосточных субъектов с единым центром мусоропереработки в Хабаровске. Стас Михайлов, МВК САХ, Хабаровск. Смотрите сегодня вечером в нашем выпуске. Подробности крупной аварии на федеральной трассе Колыма. Версии произошедшего и рассказы очевидцев. Репортажи нашего корреспондента. ГИБДД усиливает контроль межрегиональных перевозок. Профилактика дорожно-транспортных происшествий – приоритетное направление в работе алданских госавтоинспекторов. Однако статистика неутешительная. Подробнее об этом смотрите в вечернем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова